Югра в ожидании духа огня. Торжественное открытие 21-го фестиваля кинодебютов состоится завтра. Сейчас идут последние приготовления к международному форуму. Его мероприятия пройдут на четырех площадках. Концерт на театральном центре Югра Классик, Центр искусств для одаренных детей Севера, Музей геологии нефти и газа, а также нашей телерадиокомпании. Как игорчане готовятся к главному культурному событию весны, расскажет Наталья Акст. Если вы не успели купить билеты на торжественное открытие и закрытие кинофестиваля «Дух огня», то делать уже это поздно. Все билеты раскуплены. А вот вживую услышать сказку с оркестром Пеппи Длинный Чулок в исполнении известной российской актрисы Юлии Пересильд и концертного духового оркестра Югры еще есть возможность. Продажа билетов на сайте Югра Классик все еще продолжается. Также жители и гости окружной столицы, если поторопятся, смогут посетить показ отреставрированных фильмов кинорежиссера Петра Чердынина. Немое кино будет сопровождаться живой музыкой в исполнении топера Филиппа Чельцова. Еще в культурную программу «Духа огня» включили концерт «Эспозита». До момента, когда гости и участники международного кинофестиваля пройдутся по красной ковровой дорожке, остаются буквально сутки. Тема фестиваля в этом году – культура малых народов. В концертно-театральном центре полным ходом идут работы по оформлению главной площадки форума. По традиции на «Духе огня» есть красная дорожка всегда. И в этом году она необычна. Она в виде тоннеля, который интересен изнутри и снаружи. Если изнутри – это экраны и зеркала, снаружи – это паттерн фирменный, который напоминает северное сияние, огонь, что-то такое. И мы приближаемся к завершению росписи внешней стороны. Готовятся принимать гостей и в других культурных учреждениях Антамансиска. Так, в Центре искусств для одаренных детей Севера для юных югорчан стартует премьерный показ фильмов конкурсной программы «Твое кино». В нее вошли шесть кинолент, снятых для аудитории от шести до шестнадцати лет из Боливии, Китая, Индии, Франции, Ирана, совместного производства Чили и Бразилии. Помимо фильмов в программу вошли и мультики. Например, французская анимация «Эрнест и Селестина. Новые приключения». По сюжету медведь Эрнест и мышка Селестина отправляются в путешествие, где находят друзей и борются со злом. Специальные кинопоказы пройдут в стенах музея геологии нефти и газа. Также здесь состоится мастер-класс «Кукольный мир внутри художественного фильма». Напомню, более подробно о предстоящих мероприятиях кинофестиваля можно узнать на его официальном сайте. Впервые в рамках форума будет работать Академия Духа огня с лабораториями, мастерскими и школой этнокино. А еще запланирована обширная деловая программа. Наталья Акст, Юрий Гурев, окружная телерадио компания «Югра», Ханты-Мансийск.